Ну что, дамы и господа, слушайте, знаете, что у нас дальше по очереди? А дальше по очереди у нас полчаса психологини. Наша любимая психологиня, которая про секс с бомжами постоянно рассказывает. Да. Значит, видео называется «Осторожно, секты». Секта. Как не попасть в секту, как помочь близкому. Психотерапия. Ну, мне, как бывшему сектоведу, сейчас, наверное, больно будет это смотреть. Ну, ладно, давайте попробуем. Секта – термин, используемый для обозначения религиозной группы, отделившейся от основного религиозного направления. Вот что выдаёт нам поисковик, когда мы спрашиваем, что такое секта. На самом деле секта начинается там, где... Ну, кстати, неплохое определение из поисковика. ...кладывается запрет на... Потому что в этом определении нету негативной коннотации. ...собственное мнение. Причём под это может подпадать очень много что. Много каких групп? Ну, по поводу запрета на своё мнение, далеко не во всех сектах есть запрет на собственное мнение. Именно поэтому, собственно, Дворкин выступил с такой классификацией, что есть как бы просто секты, да, вот. Как просто некая группа отколовшаяся. А есть секты деструктивные и тоталитарные. Да, деструктивные по отношению к членам самой секты, а по отношению к тому обществу, в котором они существуют. То есть деструктивные как бы вовнутрь и вовне. И тоталитарные. Почему? Потому что они устроены как такие маленькие тоталитарные общества. То есть такой маленький Третий Рейх или там маленький совочек. Дон Трандис из ГУЛАГ. Вот, как правило, какие-то такие порядки там царят. Тогда это действительно деструктивная и тоталитарная секта. А то, что в любой секте, в любой маленькой религиозной группе запрещается критика и самостоятельное мышление, ну, это не так просто. Есть разные секты. Ну, есть государства типа Саудовской Аравии или Катара, которые свое видение ислама распространяют далеко за пределы своей страны. Там, где их видение ислама не является традиционным и не соотносится с традиционным исламом в этих самых других странах. То есть, грубо говоря, вот в Саудовской Аравии там ваххабизм это доминирующая религиозная идентичность. А для России можно сказать, что там ваххабизм это секта, например. Ну, сектантское учение. Натуральная секта. Если честно, я не увидела различий между разрешенными религиями и сектой. Вот я сейчас изучала этот вопрос и не увидела различий. Ну, ты не увидела различий, потому что ты Вероника Степанов. Так-то различий очень много на самом деле, потому что есть такое понятие, как культурообразующий статус. То есть, грубо говоря, традиционная религия, она в значительной степени сформировала культуру того региона, где она пребывает на протяжении, там, большого количества столетий. То есть, там, культура, например, Италии, она в значительной степени сформирована католицизмом и, кстати, римским язычеством, которое существовало в Италии до этого. Именно поэтому культура Италии выглядит так, а не иначе. А вот если в Италию приходит какая-нибудь секта религиозная, то эта религиозная секта, она, в общем-то, не связана с культурой Италии, с культурой этой страны, в той же степени, как традиционные религиозные идентичности, которые там до этого были распространены на протяжении столетий. Ну, то же самое можно сказать не про Италию, а про любую вообще другую страну, любое другое общество. То есть, там, культура в России в значительной степени сформирована православием, например. Именно поэтому в России такая архитектура, такая музыка, там, и бла-бла-бла-бла-бла. Потому что там из православной Греции, из православной Византии приглашали учителей, там, философов, архитекторов, там, да. И они вот это все вот создавали в конечном итоге. А если вот в Россию приходит какая-нибудь секта, там, да, извне, с другой территории, то, соответственно, вот, она несколько, можно сказать, культурно неадекватна тем культурным реалиям, которые складывались на протяжении, там, столетий. Вот, поэтому разница есть. Ну, или там, допустим, как религиоведы шутят, да, что, как говорится, в чем разница между религией и сектой в количестве недвижимости. То есть, традиционные религиозные организации, они обладают большим количеством активов и недвижимости, чем какие-нибудь секты. Вот, хотя есть очень богатые секты, да, есть, например, там, мормоны, саентологи, кришнаиты, свидетели Иеговы, очень богатые религиозные организации. Там, пятидесятники в Южной Корее. Разве что не в такой тоталитарности. До этого церковь Муна, церковь объединения, это очень богатые просто религиозные организации, которые колоссальное количество денежных средств сосредоточили в своих руках. Регитарности, БДСМ-ности и рэкетти, они не нуждаются в этом, потому что... Не, ну, БДСМ-ность, это подразумевает добровольность, как бы, да. Да, ну, те религии, которые... В секте, как правило, нету стоп-слова. В религии... Чем религия отличается от БДСМ? Тем, что в религии отсутствует стоп-слова. Я прям сегодня не перестаю креативить. ... которые разрешены, они не нуждаются, потому что они поддерживаются государством. И они в этом не нуждаются. А маленькие же секты в этом нуждаются. Поэтому они вынуждены прессовать своих послушников, вынуждены их как-то побивать. Или те же самые монастыри. Вот чем они отсекают? Ну да, но есть маленькие религиозные группы, которые никого не побивают, никого не угнетают. То есть всякие там евангелисты, какие-нибудь христиане. Секта, секта. Ну да, но они не устроены как тоталитарное общество. Это отличаются, я вообще не понимаю. Вот кто знает, может, попытайтесь мне как-то написать в комментариях объяснить. Хотя от них регулярно откалываются всякие подсекты, где действительно все это происходит. В основном это связано с личностью основателя. Или с группой людей, которые доминируют внутри религиозной организации. Ну и с теми институтами, с теми структурой, порядкой, которая внутри секты существует. Поэтому это зависит на самом деле не от количества участников религиозной группы. Что вот там большая религия, она имеет покровительство от государства, и поэтому там внутри более либеральные порядки. Потому что у них все и так неплохо. А вот маленькая секта, им приходится жестче подходить к своим адептам, потому что у них нет государственной поддержки. Но в действительности здесь нет корреляции, на самом деле. Потому что можно придумать и большую религию, которая будет очень жестко к людям подходить. Ну, например, католическая церковь в средние века. Вполне себе мейнстримная религиозная группа, но тем не менее там были очень жесткие порядки. Людей там сжигали, пытали каленым железом, топили в воде и прочее, прочее, прочее. Поэтому здесь, конечно, Степанова, она просто свои какие-то вещи выдумывает. То есть она не имеет образования в этой области, и она просто, вот, все, у нее в голове какая-то мысль рождается, язык во рту дергается, и в итоге вот мы все это слышим. Весь этот поток сознания. Чем отличается монастырь от обычной секты? Я также продаю свою квартиру, я также прощаюсь со своей семьей, отказываюсь от всего мирского и становлюсь... Ну, тем и отличается, что монастырь, он генеалогически связан с культурой, которая сформирована на этой территории на протяжении столетий, а секта не связана, все. Вот, вот, как бы, как-то так. Хотя можно сказать, что для человека это несущественно, да, то есть, можно сказать, что для человека, у которого, там, не знаю, родственник ушел в секту или родственник ушел в монастырь, для него никакой разницы нету. Типа, какая разница? Все равно человек, как бы, изолировал себя от всех и вот ушел-ка в какую-то там изоляцию религиозную. Да, в этом смысле можно сказать, что разницы нету. Ну, есть адептом или послушником. Становлюсь таким рабом, надеюсь, что я есть избранная капля в море, которая попадет в рай. И так же запугано вероотступничеством, так же запугано уйти из этого монастыря. Все, меня застращали. Поэтому я вообще разницы не вижу. Сейчас мы будем, кстати, разбирать, и вы увидите, что и даже во всех вот этих вот примочках, куда ни зайди, везде есть любой-любой храм, любой-любой религии. Ты везде столкнешься с воздействием на психику. И нейролингвистическое программирование, и гипноз, да, все там будет. Вся красота будет. То есть Степанова верит в НЛП. Окей. Сейчас мы к этому постепенно подойдем. Так, как они могут называться, эти тренинги? Ну, вам могут сказать, давай поизучаем Библию, просто для общего развития. Ну, надо же знать какие-то вещи. Вот так могут вам сказать. Или вам могут сделать такое приглашение. Вот, ты знаешь, мы сейчас едем строить новый мир, это будет такая деревня, где мы будем сажать кедры, прекрасные какие-то растения. Ну, если они будут сажать кедры, то это секта анастасийцев, как бы. Выращивать свой скот. Ну, да, это могут быть курсы изучения иностранного языка, кстати. Если адепты секты, это американцы, которые носители языка, например, мормоны какие-нибудь. Это могут быть курсы танцев или йоги, или ведической кулинарии. То есть, всякие неоиндуистские секты, они, как правило, под этой ширмой, под этой вывеской прячутся. Это могут быть какие-то обучающие программы для детей или взрослых, да. Ну, в частности, для детей, потому что детям мозги промывать проще, а через детей можно влиять на родителей, да, например. Вот. Или наоборот. Сначала все, кто вовлекаешь старшее поколение, потом дети подтягиваются. Это могут быть курсы, связанные с бизнесом, да, потому что всякие некоторые есть секты, у которых вот целевая аудитория, в которой они пытаются паразилитической активностью заниматься. Это вот, например, бизнесмены, потому что, как бы, там есть люди, у которых много денег, и можно эти деньги как-то попытаться отжать. Есть всякие крупные секты, типа вот там кришнаитов и саентологов, которые пытаются сразу работать по нескольким направлениям. Вот. То есть, например, вот в саентологии, помимо, собственно, базовой организации саентологической церкви, существует огромное количество всяких дочерних структур. Криминон, нарканон, вайс, движение, молодежное движение, молодежь за права человека, дианетические семинары и курсы, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вайс, он нужен для работы с бизнесменами, чтобы их окучивать, пытаться бизнесменам продавать какие-то тренинги, технологии, что, типа, вот у вас есть предприятие, но, как бы, вы, на самом деле, могли бы гораздо больше извлекать прибыли, если вы будете использовать наши административные технологии. Давайте мы вам, значит, поможем внедрить наши административные технологии в вашем бизнесе, и в итоге вы увидите, собственно, как вы разбогатеете. Вот, нарканон, это, соответственно, работа с наркоманами бывшими, чтобы их переформатировать из наркоманов в саентологов. Криминон, то же самое с бывшими или нынешними заключенными, то, чтобы свои агитационные брошюры распространять, например, в тюрьмах, да, среди заключенных, вот, ну, там и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, деятельность направлена на работу с разными категориями населения, да, то есть, можно вовлекать и молодежь, пенсионеров, бизнесменов и так далее, вот, работаю адресно с каждой какой-то категорией населения. Вот, например, у саентологов, у них есть еще отдельное направление для работы с деятелями шоу-бизнеса, да, то есть, всякими там певцами, поэтами, актерами, как бы их превращая в адептов своей секты, а потом, поскольку это люди популярны, известны, можно их как-то использовать дальше для пропаганды. Вот, там, Том Круз тот же самый, да, который саентолог. Вот, у кришнаитов такое было тоже, ну, и есть, и было, и будет. У них для, в свое время для секты кришнаитов в России было большим ударом то, что у них вот этот певец, которого звали, по-моему, Пьер Эдель или Адель, как-то так. Ну, в общем, какой-то лысый, значит, деятель с тоннелями, там, весь в татуировках, он себя позиционировал как кришнаит, он там пел, выигрывал какие-то музыкальные конкурсы, и все такие, типа, ооо, какой прекрасный голос. Вот, а он при этом был еще кришнаитом, он как бы пропагандировал идеи этой секты. Но, что-то пошло не так, и он, значит, сказал, что он не кришнаит больше, послал их нахуй, и, естественно, у сектантов был дикий бадхёрд, потому что, вот, теперь эта пропаганда начала работать со знаком минус. Потому что, если раньше этот человек продвигал, получается, их религиозные идеи, то сейчас он сказал, что, типа, я не кришнаит, все, идите в жопу, как бы, и кришнаизм вообще это говно. Но, естественно, им это не понравилось категорически, они начали там всякие разоблачающие видео записывать и так далее, и так далее. Потом еще был этот юморист, его звали либо Вячеслав, либо Светлослав, я не помню, Ещенко, Ещенко такой юморист. Ну, вы сейчас, наверное, его не вспомните, особенно зумерское поколение. В общем, он вместе с Петросяном выступал в «Смеха панораме», такая была передача. Вот, и он был кришнаитом, таким практикующим, то есть он там участвовал во всех их мероприятиях, тусовках. И, соответственно, тоже пытался, пользуясь своей популярностью, там как-то это все продвигать, значит, Петросяна как-то вовлечь тоже, чтобы Петросян стал кришнаитом. Очень смешная хуйня, но вот действительно так это было. Но вот потом, в силу каких-то причин, через много-много лет он, значит, вышел из сект и сказал, что типа, все, я как бы, ребята, я не с вами, идите в жопу. Тоже, естественно, опять-таки трагедия, значит, когда такие известные люди, они покидают вот эту религиозную организацию. Так что, да, могут быть разные способы вовлечь в секту, да, работа по разным категориям населения, да, с молодежью, с пенсионерами. Вот, то есть бабушка, божий одуванчик, если ее в секту вовлечь, она может как бы перед тем, как крякнет квартиру, завещать секте, да, что в принципе хорошо. Вот, или молодежь, да, вот молодой человек, у него ничего нет, ни денег, ничего, но у него есть много энергии, да, он вот активный, молодой, пассионарный, и, соответственно, секта его использует, просто выжимает, как лимон, все, всю вот эту его энергию, всю активность, все это в секту уходит в конечном итоге. Давай, давай, уходи от этой грязной экологии, из этого города, к нам, в наше поселение. Вот такого плана могут быть, или это какие-то могут быть якобы... Да, жрать древесную кору. Ну, нет, есть всякие вот эти поселения во множестве, то есть в России есть секта анастасийцев, есть всякие неоязычники, старообрядцы, всякие, которые в леса уходят, есть секта Виссариона, община Последнего Завета, который там в Красноярском крае, под Минусинском, у них там свой город, значит, в лесу. Так что, да, таких групп много, там и в Америке, и в Европе, там всякие религиозные коммуны по всему миру. В Индии очень распространено это. И философские учения, различные йога-центры и так далее, и тому подобное. Вот как подно это. Но вам напрямую никогда не скажут, вы не хочешь ли приступить в нашу секту. Никто вам такого не скажет. Начнут вот так голову дурить. Давайте посмотрим категорию людей, так называемую группу риска. Кто туда у нас будет с вами попадать? Истерички. Истерички. Очень внушаемые люди. Кто смотрел мои лекции по поводу истерический невроз, истероидной психопатии, вот можете посмотреть. Это очень сильно внушаемые люди. Все очень впечатлительные, очень мнительные. Люди, зачастую не имеющие собственного мнения. Вот это ключевое, пожалуй. Они как бы берут нечто чужое. И спрашивают, почему нельзя есть печенье кришнаитов? Не, ну как нельзя? Можно, но там в составе коровий навоз, правда. Присваивают это себе зазомбированность. Вот с таким человеком часто говоришь, и ты слышишь зазомбированность, и ты понимаешь, что он тебя вообще не слышит. Он тебя не слышит. Все. Вот это как речитатив такой идет, вот он заученные фразы говорит, 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 говорит. Причем ты задаешь ему какой-то совершенно простой вопрос, который имеет простой ответ. Но нет. Он начинает изворачиваться. Более того, религиозные верующие люди, люди, которые составляют в секте, или вообще человек, который имеет некое серьезное убеждение, И когда идёт какая-то опаска того, что он может изменить это убеждение, что он может подумать и переоценить эту ситуацию, он начинает бросаться на вас. Когда крысу в угол загоняешь, она начинает бросаться на вас. Казалось бы, спокойно говорили, вели беседу какую-то. Но вдруг в какой-то момент этот ангельский человек, который только что говорил про Библию, про Бога, вдруг превращается в агрессивного демона и начинает на вас нападать. Хотя вы просто задаете ему вопрос. Вопрос, например, такой. Это вера, правильно? Это же не знание. Да, это вера. То есть у тебя был выбор, верить или не верить. Ну что значит у меня был выбор? А к чему это? К чему этот разговор, Вероника? К чему это всё? Зачем ты сейчас так это? Зачем ты это говоришь? И всё, человек покрывается пятнами, начинает трястись. Я задаю вопрос, ну как? Это же вера. То есть ты мог выбрать верить и выбрать не верить. Или выбрать сомневаться, допустим. То есть ты мог сделать любой выбор, но ты выбрал верить. Для чего ты выбрал верить? Я не выбирала верить, я не выбирала верить. Это есть, это есть. И всё, диалог дальше невозможен. Всё, вот так вот ведут себя люди с такими сильными какими-то убеждениями. Окей. Говорить очень трудно тебе. Вообще философствовать. Я просто очень люблю философствовать, очень люблю критично мыслить, очень люблю видеть доказательства какие-то. А доказательства нету, всё. Ну вот там написано, где-то там написано. Каждый трактует у кого где что написано, кем написано, когда ахинеи написано. Спрашивают, зачем они жрут говно? Ну потому что с их точки зрения любая жидкость, которая исходит от коровы, она священна. То есть не только молоко, но любые выделения вообще. Коровьи, они священны. У них был там один святой крышноидский, который питался только коровьим навозом всю свою жизнь. А были люди, которые по специальным этим постам, короче, постились и ели коровьи навоз. Звучит очень странно, но это действительно так. Все дружно верим в эту ахинею. Так, дальше. Значит, депрессивные люди, люди с депрессией, люди, которые попали в очень трудную жизненную ситуацию. И вот эта секта как способ бегства, как способ спастись, потому что оставаться здесь вот в этих условиях больше невыносимо. Все, это терпеть невыносимо. Слабые нематериальные люди. То есть они не зацеплены. Ну, в основном в больших сектах там просто поток. Знаете, вот как во всяких этих не очень хороших торговых сетях они нанимают себе персонал. Персонал месяц работает, понимает, что условия хуевые. Увольняется и приходится каждый месяц новый персонал нанимать. Поэтому всегда есть реклама. Всегда требуется персонал. Потому что большие торговые сети, а персонал долго не задерживается. Вот в сектах примерно такая же ситуация. То есть очень много средств тратится на рекламу. И очень много людей приходят в секту. Но очень много людей и уходят из секты. То есть как бы... Продолжение следует...